Всем привет! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. В моих руках Kavon iAudio 9+. Модель MP3-плеера, которая, сразу скажу, мне действительно понравилась. Мало того, я хорошо знаком с обычной девяткой, ей пользуется моя жена, то есть 9, а это 9+. Могу сказать, что отличий, в общем-то, по-моему, вообще никаких нет, кроме того, что немножко изменили динамик. Ну, может быть, там какой-то эквалайзер в чем-то поменялся. Но я так посмотрел, разницы нет. Единственное, комплект. Здесь комплект побогаче, 9+. Сам я пользуюсь Kavon iAudio S9. Но мне действительно нравится отдельное устройство MP3-плеер. Я не являюсь каким-то таким прям меломаном, слухачом, не выслушиваю какие-то герцы и так далее. То есть не заморачиваюсь со звуком, часто слушаю в MP3. Но все-таки мне нравится марка именно Kavon, мне нравится звук, потому что по сравнению с обычным телефоном, даже флагманом, имею в виду, то все равно все-таки здесь играет лучше, на мой слух. Поэтому, в общем-то, я с плеерами, можно сказать, заморачиваюсь, периодически их меняю. Итак, речь о Kavon iAudio 9+, после такого достаточно объемного вступления. Сначала характеристики, потом свои впечатления. Расскажу о аккумуляторе, самое главное, потому что заявлено здесь достаточно много. Характеристики. Дисплей здесь 2 дюйма, разумеется, на нем можно при желании даже и видео смотреть. Единственное, видео нужно конвертировать, потому что обычный AV-формат, где-то 700 мегабайт, полтора гигабайта я сюда забросил ради интереса фильма, он не прочитал. Нужно под разрешение, скорее всего. Но я думаю, вряд ли на таком экране кто-то серьезно будет видео смотреть. Но поддержка такая есть. Есть поддержка, разумеется, текстовых форматов TXT, но тоже я не рекомендую вам портить глаза на таком экране. Разрешение 320 на 240. Вес плеера 40 грамм. Официально заявлено, я взвесил на самом деле 42 грамма. Ну, разница небольшая, не столь судьбоважна на самом деле. Память объем 8, 16 или 32 гигабайта. В моих руках версия на 8 гигабайт. И обзор снимается в самом конце октября 2014 года. И такой плеер в среднем продается за 4000 рублей. Много это или мало, каждый для себя сам решает. По мне, так, мне кажется, цена адекватная. Учитывая, что этот малыш раскачивает большие наушники. И, в общем-то, звучит достаточно классно. По крайней мере, на мои уши. Разумеется, поддержка MP3, WMA. Но, покупая такой плеер, покупая плеер марки Kavon, или Kovon, все по-разному ее называют на самом деле. То я рекомендую категорично все-таки слушать и не сжатое видео. Тем более, во флаке видео полно. Качество будет выше. Действительно, будет выше. И просто, ну, плеер у меня всего 3 дня. И я его просто слушаю, 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 слушаю. И вот выхожу на улицу даже в магазин. Я тут же одеваю наушники, выходя из подъезда. Мне просто очень нравится звук. Как же сравнить, например, с S9 тем же самым. Понятно, что этот плеер дорогой. В свое время он стоил там чуть ли не 10 тысяч 32 гигабайта. Звук разный, на самом деле. Здесь он более агрессивный, что ли, можно сказать. Здесь не то, что помягче, но как-то более мелодично, как ни странно. Мне, в общем, понравился. Что еще? Мощность достаточно высокая. Плеер раскачивает без проблем такие вот наушники. Я сейчас расскажу, на чем тестировал. Плеер, к сожалению, мне дали без наушников на тест. Наушников нет. Но по опыту я и посмотрел на сайте комплект. Или где-то посмотрел, там наушники такие же, как лежали и в прошлом. Такие же, то есть это достаточно простые. И я не рекомендую Kavon с ними использовать. Сам я тестировал на наушниках тоже марки Kavon. Но это куплено отдельно. Они недорогие. В свое время покупал их рублей там за 600 плюс-минус. На них у меня также есть обзор. И покупал их основной из-за плоского провода. И из-за того, что это марка Kavon. Они простые, они не слишком детальные. Но мне нравятся. Вполне бас нормально выдает. Средние частоты нормальные. И тестировались на наушниках Soul. Это уже более дорогие. Чем-то они попсовые считаются. Не меломанские. Но я не являюсь меломаном каким-то. Но мне они нравятся. Они такой упругий, качественный бас дают. Высокие, средние. Все слышно. Поэтому я рад, что в свое время их не подарил или не продал. Была такая мысль. Они у меня год лежали почти. И рад в итоге. Они как-то разыгрались. Я ими очень доволен. Слушаю сейчас довольно-таки часто. По плееру. То есть по звуку. Я думаю, у вас впечатление сложилось. Я хвалю звук не зря. Еще раз повторюсь. Уши у всех разные. Слух у всех разный. И я сам не являюсь меломаном каким-то таким. Знаете, не выслушиваю герцы какие-то. Не заморачиваюсь даже часто с несжатым видео. У меня половина музыки в MP3. Но еще раз повторюсь. Конечно, на Kavon'ах. Да и вообще на качественных источниках звука. Конечно же, нужно использовать максимально несжатое видео. Ог, флаг и так далее. Здесь поддержка этих форматов, разумеется, есть. Звук просто... На телефоне такого не добьетесь. Мне так кажется. Возможно, я субъективен. Просто, возможно, пользуюсь Kavon'ами давно. Может, мне душа просто греет отдельное устройство. Мне кажется, все-таки разница есть. Эквалайзер здесь достаточно продвинутый. Jet Effect 5.0. На самом деле, что мне, что вам, я думаю, это ничего не скажет. Но эффектов много. И для любителей поковыряться с эквалайзером, тут рай. Тут пресетов этих целых 44 плюс 4 пользовательских. Я, на самом деле, слушаю вот это Vivo, Vivo 2. Могу для наушников послушать Rock. Ну, так иногда по-разному. Ну, не заморачивайся. Даже свои настройки обычно не ставлю. Мне хватает. Динамик здесь стройный. Но динамик достаточно тихий. Смотрите, я включу звук. То есть, вообще ни о чем, на самом деле. Яркость дисплея, кстати, сейчас стоит наполовину. То есть, 5 из 10. И, как ни странно, я думаю, что дисплей будет плохенький. Даже на солнце, на улице. Ну, сейчас октябрь, какое солнце. Но все-таки днем дисплей читаем даже наполовинчатой яркости. Теперь самое время рассказать, поговорить о самом плеере. Удобно, неудобно ли им пользоваться. Плеер очень маленький, вес 42 грамма. Сам взвешивал. Выглядит, ну, так, можно сказать, стильно. Легенький, малюсенький. Кнопки управления сверху нет ничего. С левого боку кнопки громкости, а не по умолчанию. Но их можно назначить на перелистывание трека. Тут своя история. И неподготовленный человек, может быть, даже будет сильно ругаться. Потому что, ну, сейчас расскажу сначала по дизайну. Снизу разъем стандартный под наушники 3,5 миллиметра. И разъем под ним USB. USB совсем малюсенький. Это не microUSB, это еще меньше. Совсем маленький. В принципе, найти его можно, если вдруг кабель потеряете. Он, слава богу, не специфичный. Как, например, на колон S9. Там свой USB, который нужно конкретно покупать. Вот это мне единственное, что не нравится в плеере вот S9 или G3. Там специфичные кабели. Ну, ладно, открывать не буду. Здесь свой разъем. А здесь все-таки этот разъем найти можно. Фотоаппараты некоторые на нем используют. Ну, и так далее. С правой стороны кнопка меню. Она отвечает буквально за меню. Либо ее можно назначить, разумеется, на кнопку включения-выключения. И удобный, на мой взгляд, достаточно удобный рычажок. Положение вверх мы блокируем плеер. И положение вниз включаем, либо выключаем длительным нажатием. Динамик, который я вам включал. И изюминка этого плеера. Не знаю, тоже тут на любителя. Понравится, не понравится. Мне, в принципе, раздражение не вызывает. Управление сенсорное, но не по экрану, а вот по этой вот площадке. Притом, сенсор, опять же, можно настроить. На удивление, в таком маленьком плеере такое огромное количество настроек, которые неподготовленного человека могут просто из колеи выбить. Почему я так говорю? Все просто, на самом деле, когда знаешь. То есть, когда плеер из коробки вытаскиваешь, и с тем я так же столкнулся с обычной девяткой, жена, которой моя пользуется, Кристина, то по умолчанию, когда плеер ты блокируешь, то кнопки вообще не работают. То есть, громкость не работает. У меня, по крайней мере, так было. И здесь не работает. Я был в шоке. Но лезешь в настройки, все очень-очень сильно просто. Заходишь вот сюда, в систему. В систему. И вот здесь вот самый первый пункт. Это при блокировке что будет. Варианты три, на самом деле, либо будут, когда плеер заблокирован, либо листать треки, а эта кнопка меню будет отвечать за включение-выключение. Либо, как вариант, можно громкость сделать. И третий вариант, можно сделать громкость. И нажатие на эту кнопку будет не плей-пауза, а будет, знаете, повтор, репит от А до Б. Кусочек такой вот песни сделал. Это сделано в первую очередь для тех, наверное, кто английский изучает. То есть вы какие-то слова, которые повторяют, нажимаете, прослушали еще раз, и вот у вас этот кусочек будет повторяться. А когда плеер вы слушаете непосредственно музыку, то нажимая вот сюда, смотрите, вот он, А, Б, видите, загорелось. И вот, теперь будет повторять. Просто в центр нажимаем. Вот эти вот три кнопочки, они сенсорные. Листается достаточно быстро, достаточно удобно, на мой взгляд. Но мне вот управление в целом нравится. По настройкам еще раз отмечу, настроек очень много, кому-то, может быть, даже чересчур, но настроить можно практически все, что угодно. То есть показывал эквалайзер, очень гибко, очень много, дисплей, шрифт, там и так далее, и так далее, яркость вот 5 из 10, система, к нему даже существует кабель, еще отдельно можно купить и на телевизор выводить. Но мне кажется, это вообще перебор. Не знаю, зачем. Этот плеер нужно покупать именно для звука. Важный параметр аккумулятора. Емкость аккумулятора не указана, к сожалению, на сайте, не могу сказать. Но она явно небольшая, судя по весу и по размеру этого плеера. И знаете, у меня возникло чувство, что аккумулятор не столь хорош, как заявляет производитель. Потому что заявлено видео аж до 7 часов, аудио до 29. Но плеер у меня 3 дня. Мне сложно сказать, сколько часов я прослушал, но я сомневаюсь, что я прослушал более чем 12, может быть, 15 максимум часов. Несколько раз ездил в офис суда техноконтроль из дома. Грубо говоря, 40-50 минут плеер. Ну, сложно сказать. И вот аккумулятор у меня на нуле. Поэтому я бы... Единственное, нужно учитывать, что я все-таки его тестировал и с экраном достаточно много, может быть, лазил. Но в любом случае 29 тут даже не пахнет. Дай бог, если 15 будет. Но в любом случае, если даже будет 10, мне кажется, нужно радоваться. Потому что плеер действительно маленький. И это очень клево. Единственное, 29 часов, может быть, и будет, если просто поставить музыку, MP3. Еще нужно учитывать, что я слушал флаг. Поэтому, кстати. Так вот, MP3, может быть, поставить на невысокой громкости, может быть, и будет больше 20 часов. Сложно сказать. Что касается моего S9, то он неубиваемый просто. Он действительно работает неделями, иногда и месяц. И такое чувство, что я его не заряжаю. Потому что здесь вообще заявлено 55 часов аудио. Ну да ладно. Что касается комплекта. В комплекте, как и показывал, такой кабель идет. Вот он. В комплекте должны идти наушники, но у меня их не было. Но они простые достаточно, так что там и показывать особо нечего. И в комплекте идет вот такой чехол. Чехол достаточно приятный. Выглядит, может быть, несколько так дешево. Но приятно, имею в виду, такой как прорезиненный. Плеер и так не скользкий. Из рук его сложно выровнять, к тому же легенький. Но чехол защитит его и от царапин. И в руке, ну, такой вот, как будто резина. Такой вот, не пластик, а именно. Да, этот резин, наверное, и есть. Почему как будто, судя по всему, прорезиненный. Вот он. В принципе, все. Постарался как можно подробнее поделиться впечатлениями о такой малютке. Вещь мне понравилась однозначно. В плюсах. Это, конечно же, качественный, красивый и мощный звук. Мощь очень высокая. Я показывал, я его с наушниками Soul слушал. Это большие наушники. Он их раскачивает вообще без проблем. Просто без проблем. Маленький, легкий. В принципе, автономность нормальная. Учитывая, что я слушал флаг большинству, ну, все-таки, три дня нормально. Если MP3 слушать, то, действительно, я думаю, может быть, на сутки хватит, по идее. Минусы. Да, наверное, что еще? Да, наверное, как таковых нету. Минусов-то тут не могу сказать. Единственное, может быть, кому-то меню покажется несколько подзапутанным. Что касается управления сенсором, то оно работает корректно. И напомню еще раз, в настройках есть такой пункт, что можно настроить сенсор от 1 до 10 значений чувствительности его. Еще есть FM-радиоприемник с возможностью записи. И есть запись, собственно, как диктофон. Работает плеер. Есть разные настройки и качество записи, в том числе с радиоприемника, с микрофона и так далее. В принципе, все. Рейтинг этого плеера, ну, я однозначно 10 баллов даю. Потому что из 10, имею в виду, это мой личный субъективный рейтинг. Для такого малыша, мне кажется, вообще великолепно. Еще раз, что касается отличий просто от девятки, ну, кроме внешнего вида, каких-то мелочей, в принципе, нет. Единственное, девятка, насколько я так посмотрел, уже вроде не продается нигде. 9+. Поэтому, если вам маленький плеер нужен, именно маленький, компактный, без iTunes, то есть, если не Apple, а именно вот как жесткий диск, чтобы определялся, он, разумеется, определяется как жесткий диск, без всяких заморочек. Скидывайте всю музыку и слушайте. То выбор хороший. Я даже не знаю, кто конкурент будет, честно говоря. Ладно. Ну что же, как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением ко всем. Давид. Счастливо. Продолжение следует...